Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана совместно с Турецким фондом стратегических и социологических исследований Мармара Грубу был организован круглый стол на тему Узбекистан-Турция, всеобъемлющее стратегическое партнерство. Мозговые центры двух стран обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества. Узбекистан и Турция. В ходе организованного круглого стола на тему Узбекистан-Турция, всеобъемлющее стратегическое партнерство, участники еще раз озвучили планы сторон по доведению объемов торговли до 5 миллиардов долларов в ближайшие годы. Сегодня Узбекистан страна Центральной Азии со стремительно развивающейся экономикой. Причиной нашей сегодняшней встречи это обсуждение взаимных договоренностей между Турцией и Узбекистаном. Данный диалог является наглядным примером нашего плодотворного сотрудничества. Здесь стороны обсуждают точки пересечения взаимных интересов, рассматривают вопросы взаимодействия с перспективой на будущее и составляют дорожную карту. Я верю, что эти встречи создадут новое направление и новые возможности в отношениях между Узбекистаном и Турцией, между нашими народами. Кроме того, обе страны выступают за создание трансрегиональной взаимосвязанности между Турцией и Центральной Азией, что позволит раскрыть сырьевой, производственный и человеческий потенциал региона, а также интегрировать его в глобальные цепочки добавленной стоимости. Вопрос энергетики также был одной из ключевых тем обсуждения. Начиная с 2016 года у нас происходит интенсификация взаимоотношений во всех сферах. Во всех сферах. Политические, экономические, инвестиционные, инновационные сферы. Это видно в первую очередь в институционализации политического диалога, интенсивности политических контактов. Отдельно надо отметить укрепление роли Турции в обеспечении энергетической безопасности Узбекистана. Это очень важный вопрос. За последние годы с участием турецких предприятий в Узбекистане были построены 7 электростанций с общей мощностью 2000 мегаваттов. Это уже 10-процентная добавка к нашим существующим мощностям производства электроэнергии. Как говорят эксперты, встреча стала площадкой обмена мнениями о состоянии ключевых направлений двухстороннего сотрудничества. Стороны в ходе открытого диалога выработали новые идеи и предложения по усилению торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей.